Сарга девятая. Развлечение знания. Рама спросил. О, Брахман! Услышав, что даже чистейшие и возвышенные эпоки Вишну, Шива и прочие являются порождением невежества, я озадачен. Васиштха продолжил. Появляется небольшая вибрация в виде ряби. Эта вибрация понятия считается тройственной. Она может быть тонкой, средней и плотной. Тонкая вибрация известна как тотальный разум. Средняя хиранья-карбха. Вселенское тонкое тело. И плотная вират. Прекрасное проявление вселенной. Это тройственное различие. В состояниях называется также сатва, раджас и тамас. И все вместе они называются прокрити или природой. Эта природа, обладающая тремя качествами, является невежеством. И только оно и есть вся человеческая вселенная, превыше которой высочайшее состояние чистого сознания. Далее каждая из этих качеств, в свою очередь, разделяется на три. Сатва, раджас и тамас. Таким образом, невежество делится на девять круг в соответствии с различными качествами. Все, что видится в этой вселенной, попадает в одну или в другую из этих категорий. Знай, Оракхава, что риши, муни, ситхи, наги, видиадхары и боги являются сатвической частью невежества. В этой сатвической части наги и видиадхары представляют тамасическую крупу, муни и ситхи – рожасическую крупу, а боги Вишна, Шива и остальные – сатвическую крупу. В случае сатвического божественного рождения невежество проявляется из-за естественных качеств. В случае Вишну, Шивы и других богов обретается исключительно чистое сатвическое состояние. Орама – существа, относящиеся к сатвической категории, знают истину и не рождаются снова, поэтому они считаются освобожденными. О, Великомудрый! Поэтому Рудра и другие, чьи природа сатвична, живут как освобожденные существа. Пока существует мир, пока существует тело, эти мудрые живут как дживанмукты, освобожденные при жизни. А когда тело умирает, они становятся видехамуктами, освобожденными без тела, пребывающими в высочайшем прахмане. Эта часть невежества становится мудростью. Они взаимосвязаны как семя, становится плодом, а плод – семенем. Как пена появляется на поверхности воды, так невежество возникает в знании. И как пена растворяется в воде, невежество растворяется в знании. Как разделение на воду и волну только воображается, так же и различие между знанием и незнанием только воображается. Как вода и волна едины в истинном смысле, так же с высшей точки зрения нет никаких знаний и невежества. Когда оставлено видение знания и незнания, есть то, что есть. И знание, и незнание возникает из-за разделения на противоположности у потомок Ракху. Нет ни знания, ни незнания. Оставайся твердо в том, что остается. Не существует ни невежества, ни мудрости, и то и другое создается воображением. И что-то, и ничто, есть чистое сознание. Но когда это не знается ясно, тогда это называют невежеством. Когда эта реальность осознается, это описывается как разрушение невежества. Невежеством называется отсутствие знания, но само это понятие только иллюзия. Когда невежество уничтожено, пропадают и знания, и незнания, подобно тени и свету. И оба понятия прекращаются. У Ракхава Когда они исчезают, остается только Брахман, ибо у Ракхава даже знание пропадает, когда уничтожается невежество. То, что остается, не является ни чем-то, и ни ничем. В этой бесконечности видится все, и не видится ничего. Как огромный баньян с цветами, плодами и прочими частями содержится в маленьком семени, так в этом нечто пребывает, как в шкатулке, все видимое и невидимое. Оно более пусто, чем пустое пространство, и не пусто, потому что является сознанием. Как огонь пребывает в солнечном камне, и как масло пребывает в молоке, так все существующее в мире с пространством и временем пребывает в нем. Как искры порождаются огнем, или свет солнцем, так все проявляется, как сияние прахмана. Как появляются волны в воде, как проявляются сверкания чистого алмаза, так сияние чистого сознания имеет бесконечные проявления, и внутри, и вовне все есть только реальность прахмана. Повсюду только сущность всего, неразрушимое, как пространство, в любых горшках, как металлические опилки движутся под воздействием магнита, хотя магнит и не является деятелем, так же и чистое сознание, поддерживая все действия, не является деятелем, хотя и называется таковым. Как одно присутствие магнита заставляет двигаться инертные металлические частицы, так одним своим присутствием брахман заставляет двигаться инертные несознательные тела. Весь этот мир пребывает в семени, называемом чистым сознанием, и узнается в нем из-за его осознания. Как игривые волны пребывают в воде, остающейся бесформенной, так в бесформенном пространстве сознания нет ничего, даже как-то в нем видится целый мир. Такова сарка девятая развлечения знания первой части книги шестой об освобождении Маха Рамаянны Шрии Васиштхи ведущей к освобождению записанной в Аммике.